Продолжаем выпуск. Все школьники и студенты с понедельника вернутся за парты. Решение сегодня принял Оперштаб. В школах будет не больше пяти уроков в день. Часть предметов и дальше останутся на удаленке. Подробности расскажет Александр Бабак. Каждая школа сама определит, как часто после основных уроков у детей будут онлайн-занятия. Больше всего уроков у десятиклассников. В субботу они будут учиться на дистанционке. Сейчас в школу на уроки ходят только ученики начальных и выпускных классов. С понедельника для них ничего не изменится. Что касается итоговой аттестации для одиннадцатиклассников, она пройдет в привычной форме. Разве что расширят количество пунктов сдачи ЕГЭ. Их будет около 30 по всей республике. И разведут начало экзаменов по времени. По наполнению ЕГЭ будет таким же, как и в прошлые годы. Девятиклассники вместо четырех будут сдавать только два итоговых экзамена письменно. Родной язык и математику. Устную аттестацию отменили. И хорошая новость для учеников остальных классов. Как и в прошлом году, экзаменов у них не будет. Промежуточная аттестация в наших нормативных документах присутствует. Но решать, как она проводится, это решает школа. Но мы со своей стороны, конечно, рекомендуем в этом году промежуточную аттестацию. В виде экзамена отменить. То есть провести ее и выставить оценки по годовым оценкам. Опять же, учитывая трудности при дистанционном обучении детей. А вот как сами дети и их родители относятся к дистанционке. В инстаграме ТСВ мы провели опрос. Больше половины ответили, что учиться дома детям нравится больше. Да и оценки были лучше. При этом три четверти опрошенных все же признали. В школе знания дают более качественно. С понедельника вернутся в университетские аудитории и студенты. Правда, с некоторыми ограничениями. За каждой группой будет закреплена своя аудитория. К ним будут приходить преподаватели. Поточные лекции переведут в онлайн формат, чтобы группы не пересекались. По удаленке будут преподавать и общие дисциплины, которые не относятся к специальности студента. На занятиях в университете нужно быть в масках. Загруженность университета должна не превышать 65%. То занятия будут в две смены. Перерывы увеличиваются между парами. Традиционно где-то у нас были после пары 10 минут, 15 минут. Сейчас после каждой пары 20 минут. Это связано с тем, что будет проводиться обработка аудитории и будет проводиться сквозное проветривание помещений. В выходные начнется заселение иногородних студентов в общежития. В ПГУ их более 700. Чтобы не нарушать санитарные нормы, в комнатах будут проживать не больше двух человек из одной группы. Студенты без маски находятся только в своей комнате. А в местах общего пользования, на кухне, в коридоре обязательно соблюдение масочного режима. После этого этапа ослабления карантинных мер все школы, техникумы и вузы республики вернутся к своему формату обучения. Александр Бабак, ТСВ.